Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на канале Спиннинг Лайн. Сегодня я присоединился к группе рыболов, зимников. Это Олег Квициния и Леонид Драгун. Сегодня мы попытаемся половить окуня на балансир. Ну, оставайтесь с нами, будет интересно. Первый. Находимся мы сегодня на Горьковском море. Так называемом, на Горьковском водохранилище. Это затопленная часть пусти рек, естественно, с берегами. Здесь когда-то был хороший коряжник. А сейчас остались своеобразные острова подводные, грязные такие, овраги. И сейчас мы находимся непосредственно за спиной, там, неляк метра полтора-два. А впереди метров 6-8 как раз идет свал на глубину. И решили посвятить этот выпуск ловлен на балансир на окуня. Это всегда азартно, весело, интересно. Ух ты, ух ты, ух ты, Макс, снимай. Блин. Ваще. Я стою, я даже не знаю, сколько здесь глубина. Вот. Потому что до дна я не опустил еще балансир, начал поиск сверху. И вот что-то втыкается. Прям хороший был. Очень жаль. Поплевка такая. Спротивление. Оп. Но вот это вот окон поменьше. До этого взошел такой, блин, хороший. По ощущениям, я думаю, за полкило. А это маленький. Видимо, стая неоднородная стоит. Я смотрю, Олег тоже не скучает. Пороли у него уже есть. Осталось теперь среди этого найти вот этого. Я рыболов не местный. Можно сказать, не так давно поселился в Нижегородской области. И, собственно говоря, это мое первое знакомство с горем моря, о котором я так много слышал. И легенды про крупных окуней, крупных судаков меня всегда впечатляли. И я мечтал всегда здесь оказаться. Вот сегодня благодаря моим коллегам, благодаря Алексею и Леониду я здесь оказался. В общем-то, у меня такой резонный вопрос, с чего мне начать. Потому что мои наработки ограничивались всегда ловлей в Тверской области, это Верхняя Волга, или поездками в командировку на Нижнюю Волгу. По окуню у меня всегда с собой стандартный набор, который я пробую вне зависимости от рекомендаций местных экспертов. Это балансир, в данном случае это Лаки Джон пятерка, то есть 5 сантиметров в длину сама приманка. Я всегда об этом говорю, это окуневая приманка 5 сантиметров. И, насколько я знаю, Леша тоже ловит на пятерку, только рапалу. Также цвет. Цвет может быть натуральным, как правило, либо синего цвета, либо черного, такая черная спинка с тоже серебристым брюшком. То есть это фактически имитация малька. Вот это базовая приманка, которая всегда, в принципе, меня выручает. И вот сегодня я, не зная места, начинаю ловить на нее. И, как видим, я уже две рыбины поймал, и, в общем-то, мне уже начинает нравиться, и я вхожу в азарт. Редактор субтитров А.Семкин Скажу пару слов по поиску, как же я делаю, но чтобы найти окуню, в каком горизонте он стоит. Как говорил, начинаю всегда сверху. То есть я делаю примерно спуск, свой рост, и начинаю потихоньку с махами опускать балансир. Так мы сделали, допустим, несколько раз, вверх-вниз прогнали, поклевок нету, скидываем еще, допустим, полметра, и опять же продолжаем искать горизонт, двигаясь ото льда. Таким образом, ищется горизонт, в котором стоит рыб. Если сейчас махлевок не будет, опустимся еще ниже. Оп! Вот он. Нашли горизонт, и начинаем ловлю. Желательно как можно быстрее скидывать балансир в лунку. После того, когда уже определился с горизонтом, как бы нет смысла терять время на пробивку остальных слоев. Поэтому перехожу на новую лунку, пробурил, и уже в этом известном горизонте опускаю балансир, и начинаю проводить приманивающие, так скажем, заманивающие проводки, чтобы к лунке подошел окунь. Так делаю высокие махи, порядка там 10-15, я не считаю. Ну, как-то сколько чувствуешь по себе, что уже достаточно. Дальше идет пауза. Если активный окунь не попал прямо в стаи, то идет поклевка, как правило. И тогда уже можно определить, на какой паузе он сегодня будет клевать. Ну, сейчас вот поклевки нет, значит, начинаю делать уже одноразовые махи с паузами. Паузу можно делать одинаковые. Что-то сейчас там вот кого-то вбок зайдет. Паузу можно делать одинаковые по продолжительности. Я как бы уже знаю, на какой паузе сегодня работаю. Ну, если не знаешь, то можно паузу увеличить, там, 2 секунды, если еще подбросить, 4 секунды, надо еще подбросить, 6 секунд и так далее. Дальше есть такой приемчик, на паузе помормышать. И вот результат, на лицо, да? В ночь он так зажрал, видите, не тройник, а ударил прямо в голову. То есть все как бы, как по фэн-шую, как учили его и меня. Вместе с ним наши учителя. Очень приличный окон для моих личных мерок, потому что я таких в Москве ловил не так уж и много, в основном там окон помельче. Вот этот окон приличный. Ну, здесь грамм 120-150, наверное. Пятерка для него самый подходящий размер, но даже вот такой окон сегодня, как вы видите, вокруг меня ветер дует и погода не очень, так скажем, благоволит. И за счет вот такого настроения окон как-то бодает, но не бьет и не заглатывает балансир. Рыбалка сегодня поэтому вроде как сложная, но оттого она сегодня и интересна. Рыба все равно так или иначе поклевывает. Конечно, может быть, было бы классно по первую груду наловить ее гору, но с другой стороны, когда приходится включать мозги и именно к такой рыбе подбирать и приманку, и проводку, вот такая рыбалка наиболее для меня лично интересна. И вот такие результаты. Ой, Киньжон, не дают вариантов вообще никому. Забирают всю рыбу сразу, на первый же подбросок. Покажу три своих любимых балансира. В принципе, они все сегодня сработали. Вот. Это вот, о чем я говорил, Рапова. Вот такая вот глупая рассветочка, рассветочка пятерочка. И вот, фаертигер от куассама. По-моему, размер у него 6 сантиметров. И вот такая же куассамка. Так называемый цвет песчаный локоть. Вот эти три балансира, мои фавориты по данной акватории, да, в принципе, везде. Да, да. Друзья, ну что ж, будем прощаться. Пора возвращаться в город. Подошел еще один день на рыбалке к концу. Сегодня мы оторвались по окуню. Ребят, как впечатление. Ну что я скажу. Клев и рыба по погоде. Погода такая, которая абсолютно не располагает. Если бы не первый лед, то можно было бы гораздо хуже выступить. А так, я считаю, мы никуда не бегали. Нормальный результат. Мы пришли на точку. И с этой точки прорывачивает целый день. Поклевывала рыба, так скажем, вывешь лунку и до пяти хвостов с лунки можно было поймать. А если больше посидеть, Олег, у тебя как? Я буду просто краток. Мне все понравилось, кроме погоды. Но мы нормально одеты, поэтому, слава богу, не замерзли. А рыба поклевала. И у меня даже пара врывов была. Поэтому есть зачем сюда вернуться. Это самое главное для меня, во всяком случае. Все понравилось. Всем пока-пока. Оставайтесь на нашем канале. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok